Всем привет! Сегодня у нас на обзоре лучшая аккумуляторная цеплая пила от компании Deco. И сейчас вы, наверное, уже в комментариях начали писать, да с какого фига это она лучшая, есть Makita, DeWalt, Sturm и тому подобное. Сразу отвечаю. Так вот, DeWalt, Makita и даже Sturm стоят намного дороже. Максимум, что из бюджетного вы можете купить, так это, наверное, только Sturm за 13,5 тысяч рублей на Озоне, Валбелес и то без аккумуляторов и без всего. И вот в России была представлена вот такая вот пила Deco. Да-да-да, можете писать опять же в комментариях, что она то же самое, что и Drill Pro и то же самое, что и Abaddon, которые продавались у нас на Алиэкспресс пару лет назад. Теперь это сделала Deco и докатилась до России. Но в России, как я уже сказал, эта пила стоит 12,5 тысяч. И за 12,5 тысяч мы получаем к ней 2 года гарантии, 2 аккумулятора в комплекте по 4 Ач. Вот такой вот кейс, в котором у нас идёт ещё 2 зарядных устройства к этим аккумуляторам. 2,2 Ампера зарядные устройства. Одно, второе. Кейс, кстати, жутко воняет китайщиной. Инструкция на русском языке. Козух для цепи, которую, я думаю, вы никогда не будете, конечно, использовать, потому что это говно собачье. Ключик у нас имеется. Откручивать шину. И также напильничек для подтачивания цепи. Ну, а что касается кейса, это, наверное, тоже только транспортировочный вариант, так как с установленной шиной она сюда просто не поместится. А разбирать, я думаю, каждый раз никому это нафиг не нужно. Кто думает, что я буду разбирать эту пилу и аккумуляторы, смотреть, что у них внутри, дальше можете не смотреть, потому что уже много роликов, где и тот же Drill Pro, и Abaddon эти пилы разбирали, смотрели, что у них внутри. У всех китайских пил все одинаково. Мы просто сегодня поговорим немного о пиле. Ну, и на этом, наверное, все. Маленько об аккумуляторах. И также чуть-чуть и поработаем. Все знают, что у нее бесщеточный мотор, и работает она 36 вольт. Ну, хотя написано у нас здесь на аккумуляторах, что каждый аккумулятор по 20 вольт. На самой пиле написано 20 вольт. Также, ну, в целом, 40 Pro, это типа 40 вольт, наверное, пила. Ну, хотя она идет так по инструкции, что она 40 вольтовая, но, я думаю, аккумуляторы по 18 вольт. Кстати, давайте сейчас маленько об аккумуляторах. Аккумуляторы, в принципе, выглядят как любые китайские аккумуляторы похожего типа, но вот здесь через воздуховоды видно, что плата маленько увеличенная. То есть, не так сделано, как в самых-самых-самых дешевых аккумуляторах. И также здесь у нас есть индикатор уровня заряда на обоих аккумуляторах. Ну, а что касается 20 вольт, как это ни странно, но реально в аккумуляторе заряженном 20,5 вольт. Почему я вот, допустим, еще выбрал эту пилу, да? Не Штурм, там, не Макиту, потому что, ну, Макита стоит 20 с копейками, а то и 30 без аккумуляторов. Штурм 13 без аккумуляторов. Это помимо того, что с двумя аккумуляторами, так у меня к ней еще есть запасные аккумуляторы. Это оригинальные Макита. Плюс этой пилы в том, что они сюда подходят. Ну, и давайте заодно, наверное, замерим также напряжение, как указано, Макита 18 вольт. Замерим напряжение на них. Ну, и, в общем-то, вот подключил Макитовский аккумулятор. И напряжение также 20,6. То есть, ну, хотя у Макита это 18-ти вольтовый аккумулятор, также полностью заряжен. Зачем писать, что они 20-ти вольтовые, когда можно было просто написать 18, и кому какая разница. Ну, ладно, теперь к пиле. Как вы у нас уже заметили, здесь присутствует такой ручной натяжитель цепи. Плохо, что не как на Маките, что нужно отвинчивать гайки. Ну, такая ерунда же и у Штурма, который подороже. Далее у нас заливная горловина для масла. Вот этот барашек у нас отвечает за подачу масла. То есть, когда вперед он закрыт, чтобы перед началом работы нужно свернуть его назад и потом только пилить. В противном случае масло не побежит. И также, если после окончания работы его не закрыть, масло будет самотеком фигарить. Вот тут все в масле. И это не вольтем пиления, это вольтем просто простое. С обратной стороны у нас имеется окошечко. Смотреть уровень масла. Но в него, естественно, ничего не видно. Все знают, что автол темненький. Вот там залит автол. И его вообще не видать, есть ли он там. Плавного старта у данной пилы нету, но зато есть быстрая остановка цепи. И, кстати, обзоров на данную пилу на российском ютубе еще нету. То есть она вышла в продажу не так давно, и я первый, кто делаю на нее обзор, поэтому, ну блин, ну кому не жалко, камон, поставьте лайкосик-то видео. Еще как бы хотел такой сказать момент про вот этот вот дисбаланс. То есть аккумуляторы сильно перевешивают. Шина легкая. Как бы таскать одной рукой ее не очень-то удобно. Ну это единственный такой прям большой минус, который я считаю. Ну все, давай что-нибудь сейчас какое-нибудь бревнышко распилим. Продолжение следует... В принципе-то пила пилит отлично. То есть свои деньги отрабатывает на ура. Камон, ребята, она стоит 12,5 тысяч с двумя аккумуляторами, с зарядными устройствами. Продается в России, не в Китае. Я думаю, что это самая лучшая пила в своей ценовой категории, в своей комплектации. Ну, кому видео понравилось, можете за старание лайкосик вылепить по-братски. Ну и спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok